Друзья, всем привет! После очередного просмотренного трешничка вот только что на окружной возле церкви Мормонов на открытой мойке я понимаю, что материала на целый выпуск достаточно и даже больше будет не одна часть а несколько частей трешничка потому как есть что показать, когда народ рассказывает, что вот машина классная идеальная недостатков не найдете, стыдно не будет приезжайте, посмотрите, приезжает машина и только заезжаешь и понимаешь что уже нет, не надо это смотреть, но нужно как минимум дать показать заказчику что я действительно здесь был и действительно машина очень не очень, но обо всем по порядку трешничок, часть наверное первая, поехали сегодня к нам приедет Акура почему к нам? потому что договорились с человеком и приедет она к нам на осмотр должна быть очень неплохая по крайней мере человек рассказывает что вах-вах-вах денег похоронил там большую кучу все классно, все замечательно машина стыдно не будет ну окей, едет, ждем местор 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 так тут и шпаклевочки нормально это вот этот слой шпаклевки это металл поломанный от вибрации уже лопнула шпаклевка и она уже ржаветь начала плюс вот эта штука она должна заходить за туда за подкрылок а она даже не дотягивается мальчики слегка перетянули на маркизатор у него мокрый а дьём ее делали ну так дуже погано зробили бо с той стороны из ламана крылова не навіть его не заварили просто шпаклевку залепили тут також хоть бы постирали в багатой потеки всяких не дуже классно зробили плюс той стороной цей подкрылок и не дотягивается до крыла там зазор таких ваш пальчик лазить она уже ржаветь пошла она уже не нужна хотя бы только поэтому на всякий случай хочу сказать что эта машина семнадцатого года стоит этот автомобиль 36 с половиной тысячи долларов с пробегом в 32 тысячи километров вот такой вот экземпляр нам попался давайте так а шоу ней сзади булло на коррозия на пошло добре не не факт не факт я не бачу шутки шутки серьезный бул блин да она пипец свежая ж машина пистоны он по порогам все раз ой простите даже крепления нету всем пистоны поломаны ну тобто еще пожлобилися хлопця пистоны нови поставить но про якість ремонта тут я вам все до того кажу щоб ви розуміли якою якостю у вас був зроблений ремонт туда це копійковые справи але враховуючи те що навіть на цьому зекономили то я розумію як економили при взагалі ремонті с учетом того что там ну очень некачественно сделан ремонт от слова очень плохо и совсем и с учетом того что там уже ржавое днище а ржавчина это процесс необратимый поэтому этот автомобиль нам точно не подходит запустили двигатель и не знаю передаст камера или нет реально мотор правильно не работает я уже без наушников звенит ну то что новки и потёрки с датчика это уже на самом деле все так как она не ровно работает я думаю приближание вот этой палочки будет видно дальше вот эту штуку уже парни поправили она все на самом деле вот так было поправить шок и так значит что касается не качественного ремонта вот как я и говорил вот тут упирается в пластик вследствие тому что вот здесь сильно подобно то а капот неправильно отрифтован ну то что он крутился то уже тут показывать не надо значит вот здесь зазор очень маленький до лонжерона от крыла здесь же если посмотреть вот что касательно самих лонжеронов и передней панели конечно думаю мало будет видно но это передняя панель она уже расходится от рожавчины здесь залито типа мобилью можно помыть посмотреть какие следы скрывали но я думаю это просто скрывали следы ремонта сказать что здесь сильно мрачные лонжероны визуально пока не могу нужно заехать на исту и на яме это все будет сразу же видно панель вот эту переднюю оставили потому что вот следы залома если здесь в киньке будет лучше видно вот здесь вот тоже следы залома она просто отрифтовалась на ушла передняя часть тут все что он чуть-чуть заехал под что-то так дальше по салону машина прошла 80 практически 7000 даже не 80 по салону по салону у нее самое классное что не осталось это салон салоне здесь особо смотреть нечего крыша у нее откидывается на а по ошибке почтал я по ошибкам с той стороны не видно но с этой видно сейчас покажу не работает у него датчик дождя он уже вот тупо нету его просто тупо не поставили если вернуть назад саму линзу датчика и подключить датчик то будет наверняка все нормально также у нее здесь нету подушек безопасности она сейчас стоит пустая без подушек дальше по по ремонту попробую открыть ну с этой стороны с этой стороны все намного лучше чем стоит а в принципе то что он ремонтировался этого никто не скрывается произведен был некачественный ремонт здесь вот видно даже ну то что здесь прокапали то все мелочи жизни вот это вот уже кратеры раковины ямки кто и как называет здесь вот уже видно второй слой краски и не качество вот здесь вот сама формовка она погнутая здесь он тоже слегка получал здесь вот так же кратеры есть то есть просела шпаклевка не неровно и сделали потеки на бампере потеки на самой на самом крыле но если в общем формате то я видел намного хуже выглядит она еще более-менее достойно но минус того что у нее да дальше дальше здесь но она тоже крашеная вот потеки салфетки машине оставил салон салон у нее хороший по ремонту понятно что двери снимались с этой стороны запылено я вижу я к дай бог конечно что я ошибался но очень маловероятно он отхватывал перегревы и причем даже вот коррозия видно от этого а тут и масло плавает в антифризе не надо эта машина вам но откровенно и честно говоря не рекомендую потому что вы сейчас начнем упрётесь в ремонт этот ремонт затянется этот автомобиль я не рекомендую к продаже к покупке вернее к продаже на здоровье к покупке не рекомендую потому что это вот автомобиля нет ни двигателя не кузова нормального то есть понятно что он есть это не самый плохой ремонт и все это делается но не на такой ценник то есть 20 тысяч долларов как она заявлена по мне на слегка переоценена рядом стоит porsche бокстер в принципе в те же деньги но нужен не porsche хотя porsche официально он реально не квашеный хороший красивый возможно что-то придется сделать с движком но суть не в этом относительно салона значит автоцентр европа находится он в киеве парни абсолютно нормальные адекватные без каких-то тараканов в голове все у них ровно никто не грубит все общаются абсолютно нормально понятно что у них этот автомобиль на реализации находится на констигнации как хотите так назовите это не их не выкупленный автомобиль им его пригнали минус того что заявлен этот автомобиль 50 тысяч на самом деле у него уже 87 тысяч и эти 87 тысяч он получал под сраку я конечно не заснял на видео как запускался двигатель какой-то дамок оттуда фуфуууууууır The просто шурует слышно я забыл забрать STATA FONENTO SPOP дрога чтобы послушать цепи но там и так без него слышно о том что цепи уже практически разваленные принято решение не загонять этот автомобиль на детальный осмотр для того чтобы поскидывать патрубки с интеркулера заглянуть сколько там масла всего этом не нужно потому что машина уже не интересно да там есть подогрев подогрев тоже наверняка там есть вентиляция салона там есть мониторчик там конечно папа комплектации он богатый плюс он не на механике на автомате значит под сраку ему не давали ограничивали электроника ну я имею ввиду так чтобы очень уж безбожно в механике там еще надо смотреть двухмассовый маховик там есть смотровое окошко заглядывать обязательно туда но на этом этого делать не нужно и все равно эта машина неинтересно потому как сделано на не очень и интереснее пропал вот так а луцк что у нас сегодня 30-е много у него ржавая ляда сейчас парень закроет я покажу ну такой чуть-чуть на мойку заехать потолок помыть а так принципе салон пропылесосить и будет замечательный так идем дальше ось тут трохи присутня коррозии и таки грех серьезно ладно грех цены грех я грех циколы замесу цього уже там як собаки погризли таки кусков не вистачает а все же греха так так нормально дороги здоровенький аккумулятор стоять ну так то в принципе сопли по нему нет ладно что почитаем что там по ошибкам тут я как-то додатковая сигнализация стаи чине ну я до того шо коли уце по каншині помилка вы про всякий упадок знаете что тут нифига не 210 сколько тут 338 тысяч зараз ну покузова на сила перед теми как ехать на яму я зараз учене тихесенько зателефоную ну а ці нехай поки що подивлюся зараз я все пообираю 338 давнего так зараз я за собою все повимикают 300 то скільки смотали 100 120 тысяч так запалення вымыкаем очень напиткалу и подрябанка ридно майже с завода вот это единственный недостаток который в принципе есть по левой стороне ну пока там сзади стоит легкое цыганское движение мы пустим их к автомобилю ну а дальше а дальше если им надо будет то пусть покупают автомобиль с пробегом в 340 тысяч если нет то я как минимум скажу об этом заказчику если надо будет то буду смотреть ее дальше и детальнее автомобиль стоит 7700 долларов машина 2007 года заявлено что у этого автомобиля родного пробега подтвержденными всякими сервисными книжками всякими там выписками с истого и честным словом от черта лысого что у нее 210 тысяч километров родного пробега плюс эта машина она за эти деньги должна быть ну как минимум не то чтобы со скрученным пробегом эта машина должна быть без единой точки ржавчины потому как этот автомобиль он находится в верхнем ценовом сегменте к несчастью в нашей стране нету понимания ответственности у нас крутят пробеги все и в объявлении но не найти машину с пробегом больше 300 тысяч в общей массе даже mercedes на котором ездил штирлиц он все равно будет пробегом там 210 220 и точно подтвержденные какими-то там сервисными книжками и всем чем угодно киев автоподиум падал нижний вал 15 иду смотреть volkswagen jet а на первый запуск двигателя я не успел и так понимаю спуска заряда стартовали наверно надо ли давно стоит пару а что доделывали выделывали подушки доставляли потому что первые проверю фара противотуманная у нее разбита общем не вкладывали сильно в ремонт бампер слегка висит ну такое не очень если честно впервые за наверное последние два года мне захотелось просто развернуться уйти от автомобиля потому что я уже вижу что он точно не достойный внимания и заявкам нашего заказчика эта машина точно не подходит но мне нужно остаться и показать что я действительно здесь был мне нужно зафиксировать почему этот автомобиль не подходит смотрим подол нижний вал 15 джета значит в принципе машина собранная ну так не очень зазоры здесь стоят разбитая туманка фара у нее не оригинальные стоят значит недавно приезжали другие парни и подушек здесь не было подушки здесь поставили но с потолком парни особо не заморачивались он как был завернут и так он и остался здесь вот легкое провисание есть я еще не читал вот еще только тестируется он уже есть немножко ошибок сейчас посмотрим впечатление честно говоря не очень сейчас сразу быстренько пройдем по покраске 174 80 вот здесь вот есть подозрение что это крылышко просто покрасили без грунтовкой то есть если та сторона 213 вот кстати обращаю внимание на зазор между вот здесь какой он где-то уже порезался большой и какой он вот здесь небольшой плюс вот это крыло совершенно не в плоскости крыло стоит сюда дверь утоплена скажу так даже без ямы видно что качество ремонта у нее очень не очень даже не как это модное слово сейчас есть за там поняли так вот здесь не за там поняли эти штуки 145 159 еще у нас середине 96 середине не крашена вот здесь вот стойка крашеная в принципе этого никто не скрывал говорили даже вот здесь она где-то слегка есть да вот плюс легкая вмятинка на крыше здесь есть такой легкий демпфер на торг но машина в киеве эксплуатировалась мысли в украине так 126 по дверям 138 ну так то она в принципе плюс минус ровная тут нужно сказать что этот автомобиль попал в украину через грузию в грузии он попал из америки слегка поврежденный акцентирую внимание на том что не сильно он был поврежденный фотографии я прицеплю я в грузию сам ездил выбирать автомобили но мы компания которая предоставляет определенные стандарты одним из стандарта является то что человек после покупки автомобиля не потратит более 10 процентов от стоимости этого автомобиля на его обслуживание вот про грузинские машины вот нельзя этого сказать но не получится вложиться ну вот ну вот просто никак потому как там стоит конвейер который должен сделать поставить машину на колеса чтобы запустился двигатель и машина просто поехала вот даже на этом примере понятно что автомобиль собирали в кучу комфорт да какой нахрен комфорт датчик который стоит 450 долларов и поставить его в решетку да вы что это очень дорого то какой датчик безопасность ну подушки стоят по несколько сотен долларов как кондиционер не заправленный вообще ну о чем мы говорим грузия собирается плохо возможно есть где-то машины которые собраны хорошо но мы не такие не встречались вот машина из грузии куплена за недорого и приехала сюда в украину с целью там покататься и перепродать этот автомобиль вот это вот вся история про то что там не хватает половины пистона все стоит вот так вот матом не в зазором до собрали приблизительно до кучи дай бог чтобы там получилось сделать развал схождения кондиционер если повезет заправит будет у какого-то доброго грузина хорошее настроение остаток по деньгам он заправит кондиционер подушки ни разу не встречал вот клянусь сколько я смотрел грузинских машин после восстановления именно собранных грузии ни на одном автомобиле я не видел подушек чтобы их ставили а все почему потому что грузин он джигит он этого не боится только тормоза придумали трусы а грузины придумали не ставить подушки ребят грузины это не к вам не в обиду но я понимаю что вас офигенно здоровый комей конвейер но я констатирую факт того что вы лепите машины из говна и палок по-другому сказать ну никак не могу вот собрать подешевле для того чтобы хотя бы что-то заработать побольше и отправить этот автомобиль или же остатки от этого автомобиля друзьям украинцам для того чтобы вот ребятки берите передвигайтесь классная машина с маленьким пробегом класс шикардос молодцы нет слов перфекта кстати кто не смотрел про грузию оставлю ссылочку можете посмотреть ну не очень не очень честно скажу не очень плюс этот потолок завернутый нечищенный не пылесошенный ну вместо это оригинальное но как-то не сильно шибко он назад и возвращается с трех пера патронов дай бог чтоб подушки одну поставили значит я сейчас не буду выворачивать снимать смотреть если там подушки потому что особого смысла в этом нету и я к тому что не очень интересная машина и назад не факт что я очень красиво заверну поэтому чтобы не портить общую картину все-таки сейчас ошибки я дочитаю и покажу лобовое стекло бенсон бенсон это китай за разряда недорогих но такое внутри она еще грязнее кажется ладно в общем с климатической установкой здесь полная беда электроподогревы здесь не работают активный круиз-контроль дистроник обещали починить он здесь не починятый теперь я понял почему она на задворках империи стоит в смысле не в первых рядах но он в коробке тоже пишет что круиз-контроль не алё сейчас я дочитаю машину я уже понимаю что точно нет вообще машина веселая то время когда мое сознание наполнилось пониманием того что этот автомобиль не то чтобы не стоит своих денег он в принципе не стоит внимание из-за такого количества ошибок которая была у этого представителя с немецкими корнями я вот кстати сейчас очень быстро как в 90-х была реклама прицеплю скриншотом кто захочет тот посмотрит а кто не знает как я сейчас поясню для людей которые рожденные в конце 80-х у те которые не были пионерами которые впоследствии не стали комсомольцами и наверняка с учетом нашего государства они не станут пенсионерами так вот в то время была реклама на телевидении так для того чтобы люди не смотрели рекламу не покупали кабельное телевидение и вот на кабельном телевидении рекламы не было но даже там умудряли сделать очень быструю такую рекламу с акцентом на то что очень много классной коммерческой информации можно там увидеть перед тем как была реклама предупреждали сейчас будет реклама и ровно минуту шло такой бешеный слайд-шоу из всяких фотографий из нужной ненужной информации чем ничего там полезного не было по крайней мере для меня и предупреждали включите магнитофон видеозаписная включите видеомагнитофон на запись и потом на паузе можно было щелкать пультом смотреть чего же там за объявление что же там интересного вот точно так же можно сделать и здесь и сейчас кому интересно количество ошибок можете просто замедлить на повторе посмотреть сколько всякого геморроя было в этом автомобиле автосалон автоправда город киев 19 марта по-моему такое сегодня число сейчас попробуем сюда заехать в надежде получить ответ на вопрос можно ли тут припарковаться кому вопрос задать где-то тут можно да здравствуйте а я приехал смотреть джету я помню да ну пока я тогда по другим вопросам где можно припарковаться все благодарствую вот это настои да а то есть и это не то конечно тогда смысла открывать ничего нету могу сейчас быстренько описать давайте сделать собственно смотрите не восстановлена то есть нету заглушки в принципе нужно восстановить две шторки водительская и боковая то есть подушек там нету есть руль есть задние колени все есть вот только две шторки двух шторок не хватает так дальше сегодня она едет там получается на двери маленькая этот вытянуть мятинку то есть этот момент буквально сегодня она устраняется хорошо крыло от металла уберут хотя бы нужно уже здесь ржаветь начало вот друзья привет короче смотрите если все-таки машина в цепь по технике снизу она будет классно то есть она была уже на станции все хорошо брали на фирму получать не купили потому что надо шторки оставить это доп вложения то есть предложили нам этим заняться ну окей но там все-таки уже нашли вариант где все установлено было похуже если этот момент конкретно сильно смущает это я могу общаться с владельцем я поясню о чем речь крыло правое переднее покрашена очень плохо из-за того что она покрашена без грунта край крыла сам кант он уже просто пошел коррадировать сантиметров 40 там полоса ржавчины из-за того что он очень плохо сделан и это с учетом того что это сделано вот-вот совсем недавно эту машину покрасили быстренько в грузии продали она даже практически без пробега по украине сколько она проехала из порта одессы в киев ну ладно еще здесь километров триста покаталась пока зарегистрировалась и сразу на продажу то есть машина с пробегом приблизительно тысячу километров после ремонта уже сразу вылазит ржавчина о каком нахрен ремонте классном и качественно мы говорим смотрим дальше и стоит вопрос том чтобы допустим понизить по цене легко на это все можно устранить хорошо давайте сейчас я пока посмотрю потом не можно будет легкое видео записать для заказчика подключаться почитать можно и а только смотрите не помню тут снимался аккумулятор или нет я ничего не ну то есть я вижу где ошибные активные ошибки где нет я ничего стирать не буду я я понимаю в чем речь принципе по ней вопросов таковых нет ни по ходовой ни почему как я уже стоят а подушку и 19 марта автоправда есть такой автосалон значит они позиционируют себя как нормальные порядочные люди и кстати встретили действительно хорошо сразу же рассказали про то что они нашли по машине недостатком это первые за последний в этом году даже смело могу сказать парни которые сказали что здесь нету подушек хотя другие тоже говорят мне просто не попадались по машине машина красивая машина интересная но пошли детальнее от себя могу сказать что крыло покрашена без грунта во-первых слой 69 это но очень маленький с учетом того что лак плюс вот здесь вот видно уже он металл нету грунта и он уже металл ржавеет то есть вот эту всю хрень нужно будет переделывать бампер не совсем правильно в зазор стоит машина это значит была из грузии раз из грузии значит внизу там пистонов у нее наверняка нету очень большого количества слегка не в зазор стоит правая фара то есть сейчас показываю вот как стоит левая и и вот как стоит правая то есть она утоплена сюда немножко вниз здесь закончил мысль перехожу сюда вот то что я говорил эстонный но он типа тут есть но он уже почти не держится стекло лобовое стоит бэнсон бэнсон это китай ну типа не самый паршивый но и далеко не лучший капот тоже не айс покрашен отходит шумоизоляция слегка уже ржавая резиночка но в зазорах эта машина намного лучше чем предыдущие 1360 1054 1200 ну то здесь стабильно практически везде больше миллиметра шпаклевки и теперь смотрим чего сделали тут дверь изнутри тоже крашеная вот видно как она замята была дверь просто рихтанули накидали слой шпаклевки если вот сюда пробить то там она вообще не пробьется но смысле если попасть удачно толщина мерам то там она не пробьется хотя споттером наверняка вытянули двери естественно снимали двери естественно крутили на стойку наверняка тоже должно было зайти при таком ударе до слегка есть дополнительные окрас стойки парни сразу сказали что все подушки есть за исключением не не до конца заправили уплотнитель за исключением вот этих боковых подушек и здесь нету соответственно даже снимать разбирать не буду поверю на слово я не думаю что они обманывают по проемам машина нормальная 82 98 раньше не всегда пробивал внутреннюю часть проема у меня начали критиковать почему я не пробиваю внутреннюю часть проем когда я вижу что дверь не красилась и дверь не снималась то внутренние проемы тоже вижу что он нормальный но для того чтобы была полная картина я снимаю теперь и внутренние проемы тоже вот здесь вот есть мелкая вмятинка но и сегодня выкатают уберут бесконтактно назову это своими именами ну и покрыло вообще видим бедственное значение 42 мили 40 и у моего вообще тут краски практически нету 37 вот это пока лидер того что как машину делать не надо ну я имею ввиду покрашена на хреново без грунта сломанный пластик они открепления на фаре погнутый кронштейн отрихтованный не 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 закрашены не за там пони ный такая грузинская сборка на подешевле на 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 цепи шут до базара доехала потом на паром попала и и и поехала себе оригинальный способ фара у него стоят не оригинальные бампер наверняка тоже радиаторы наверняка здесь новая стоят они хрена они новые здесь радиаторы душные как вот крашеный без грунта просто просто покрасить для того чтобы оно было ненадолго датчик дождя не поставлена нормальная сенсор гель не залит ну там пластина такая гелевая становится она не поставлена вон салон у нее действительно нарядный салон у нее действительно хороший очень легкая потертость ремни как всегда назад не возвращаются вернись назад сейчас мы его запихнем он даже не собирается ладно пусть так болтается эта машина позиционируется как хорошая отношения парней классная машина не очень ну честно скажу не очень собрано хреново материалов злобились экономили ну так чистенькая аккуратненькая нарядненькая диски тормозные у нее есть и вот кстати еще один аргумент в пользу того что хреново собрана машина нет фонарика красивая нарядная похим чищеная но собрана она реально очень плохо пока проверяется сейчас включить авто я сразу пойду и посмотрел где у нас трубки кондиционерная сейчас мы их полапаем и сразу же температура есть разница до разница температур есть значит к в системе есть хладоген значит проверить очень просто включаем кондиционер включается компрессор включился он здесь и реально очень тихо я даже не услышал нагрузки и трубки хладогена которая подходит и отходит одна должна быть холодная другая должна быть теплая вот в таком формате она работает хорошо а вот кстати этот ремень работает мы показываю что такое работает опа и возвращается и показываю здесь ну здесь он не возвращается здесь он вытянулся и и висит система вентиляции топливного бака не работает 0203 мне уже интересно что такое п 05 а 200 ранее жалюзи радиатора которых здесь тупо нету а катализатор у нее вырезан или неизвестно уж ругается на на все еще и на катализатор и на лямбда зонды для нас это обычные серые будни автоподбора вот так вот проходят наши десятки дней среди большого количества не очень качественных автомобилей нам приходится выбирать нечто такое вот хорошее долгожданное и мы найдем эту машину у нас еще впереди будет ровенская область у нас еще впереди будет кривой рог по планам в львовской области много таких автомобилей где-то мы найдем ту жемчужину которая будет дальше радовать своего водителя а на сегодня это все большое спасибо за то что досмотрели это видео до конца с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока-пока идет низкий дым над городом киевом все жарят шашлыки а мы пишем видео эх локдаун на дворе людей заперли в домах и вот они повыбирались на природу для того чтобы не сидеть в домах ладно поехали и мы домой а и и и и и и и и